Медиа-группа «Авангард» представляет Скажите, Данила, пожалуйста, какие функции наиболее востребованы сейчас в части решения с GRC и какие функции будут наиболее востребованы через 2-3 года? В целом пандемия ничего не изменила и, главное, стал неимоверно важен методический, рискоориентированный подход к управлению всеми процессами информационной безопасности, собственно, для чего и служит решение с GRC. Стало понятно, что те, кто подходил по старинке или пренебрегали данными подходами, они как раз и оказались в рядах тех, которые, например, сэкономили на лицензиях in-case of emergency для своих VPN решений и, как факт, оказались на рынке труда. Что же касается среднесрочных трендов, то мы можем видеть, что, первое, идет тренд на консолидацию решений из GRC, ERP, даже частично SMDB решений айтишных, таким образом, чтобы можно было в целом показать и видеть единую картину происходящего. Еще одним трендом, который мы хотели бы отметить, является то, что есть такая расхожая фраза «Айти, но опережает ИБ примерно лет на пять». Это означает, что примерно через 2-3 года мы с вами увидим концепцию compliance as a code. К этому есть уже масса предпосылок. Это и машиночитаемый закаскал, на который уже перешли многие стандарты информационной безопасности на Западе. Будем надеяться, что все это придется к нам по стековским документам. И более низкоуровневые вещи, которые, например, применяются сейчас в таких решениях, как конзибль, папит, чиф, когда compliance бенчмарки применяются непосредственно на конечных устройствах, столь сложные, имплементируемые при классическом подходе. Спасибо за столь подробный ответ. Скажи, Данила, пожалуйста, как возникла идея создания вашей компании? Насколько я знаю, достаточно она молодая для нашего рынка. Вы видели потребность в таких решениях, либо какие-то другие были триггеры появления вашей компании? Очень интересно. На самом деле исследования специалистов нашей компании ведутся уже довольно давно. Первые релизы были еще в 2007 году, и мы видели потребность необходимости комплексного платформенного взаимодействия со всеми источниками данных. То есть интеграция и единое окно для информационной безопасности – это то, на чем мы ориентируемся. Продолжение следует... Продолжение следует...